здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем делать колье из бусин коннекторов подобный мастер-класс у меня уже содержится на канале но правда старенький с плохим освещением но стоит повторить потому что мы будем собирать с подобных коннекторов более крупные изделия но и виточки немного отличаются на сайте live master у меня есть мастер-класс этот фото формате то есть мастер-класс по старому образцу фото формате как люди хотя бы начало плетения очень подробно изложена фотография так мы сегодня используем бусинки агата бацванского вот такие вот биконусы где-то четырех миллиметровые большая центральная бусина у меня примерно около четырех сантиметров в длину овальная остальные бусинки круглые вот где-то у меня вот два с половиной диаметр бусинки некрупные прекрасно подходящий по цвету центральной бусины из них мы будем делать ожерелье по вашему желанию вы из подобных коннекторов можете сделать серьги или браслет проволоку мы будем использовать для маленьких коннекторов диаметром 075 как обычно и 0 4 для обмотки я вам уже показывала как плетется плетение корзинкой рисунок плетения может быть какой вам захочется я вот уже сплела немножко как видите у есть короткая часть и длинная часть обе части вместе сопоставлены с одной стороны с другой стороны кончики разной длины получится длинная часть у меня короткая часть у меня 16 сантиметров и длинная по моему 24 кажется я вам напомню как плести по принципу два на два то есть два витка вокруг нижней короткой проволочки и два витка вместе соединяют длинную и короткую проволоки когда вы до плетете у вас примерно с двух сторон будет одинаковые концы торчать и короткой проволоки которые 16 сантиметров я имею ввиду под сегментом я имею ввиду повторяющиеся фрагменты обмотки у меня 18 сегментов получается или 36 витков в общей сложности до 18 сегментов да все верно 18 сегментов получится если пересчитать и так и пересчитала повнимательнее то не как-то не особо обратила внимание на сейчас это нужно потому что я буду делать и повторный коннектор один я уже сделала вот и в каждом сегменте у меня по 4 витка значит не 34 а 72 так получается витка ну вот примерно так плетение не длинная в принципе не очень утомительно 2 витка вокруг нижней короткой проволоки длинная располагается у меня сверху и следующие два витка соединяют две проволоки вместе вот все плетение как видите у меня а два хвостика с двух сторон примерно одинаковые у короткой проволоки и та которая от противоположной стороны я ее отгибаю под углом 90 градусов вот одна сторона у меня там где они вместе сложены противоположная противоположная отгибаю вниз и насажены на нее бусину как можно плотнее то есть отогнуть нужно под таким вот достаточно острым углом по возможности вот я отогнула нанизала бусину теперь я буду определяться с лицевой и изнаночной стороной как бусины так и плетение я делаю повтор то бишь а симметричную сторону ожерелье поэтому мне нужно подумать с какой стороны у меня будет идти оправа оплетка для того чтобы была симметрия в ожерелье то есть если я ее делала допустим с левой стороны теперь она должна располагаться справа также как и витки вот так я согнула полностью оплетку и она у меня чуть-чуть заходит за нижний штырек делаю я это медленно аккуратно для того чтобы не было углов чтобы она все так кругленько обернула бусину но сейчас мне нужно определиться с тем где будет располагаться именно нижний штырь и где будет лицо где будет изнанка это для меня важный момент если вы делаете первый коннектор то делайте так как вам нравится но мне нужно совлюсти симметрию теперь вот эти два конца я перекрещиваю не который торчит вниз а два вот этих боковых коротких кончика я их перекрещиваю один идет над другим и один пойдет на изнаночную сторону другой на лицевую они у нас одинаковые мы делаем примерно одинаковые витки вот такие большие просто наматываю вот такую улитку и придавливая ее пальцем располагаю по бусине так как мне нравится ну в моем случае уже не так как нравится так что было похоже на из уже изготовленный коннектор штырек у меня никуда не девается то есть он по-прежнему находится за плетением я его никуда не трогаю а вот он посередине вот этих проволочек которые расходятся он не встает он по-прежнему находится за оплеткой мне это немножечко дольше потому что я вынуждена постоянно сверяться с предыдущим с предыдущей бусиной так ну и вот этот кончик точно также подкручиваем следите за симметрия когда вы уже отготавливаете больше одного коннектора потому что как серьги так и бусы в противоположных сторонах должны быть иметь противоположную сторону так теперь штырек я завела во внутрь вот этой улитки видите то есть он вот туда во внутрь зашел это мне все осознанно происходит сейчас переворачиваю на лицо вот и теперь можно будет фиксировать сам штырек он у меня заведен за вот эту вот улитку то есть его еще плюс улитка прихватывает а он сам по себе еще и прихватывает и саму улитку то есть на нам не нужно будет ее потом приматывать она будет достаточно прочно держаться так теперь я вам покажу что делать с штырьком штыречек мы будем оборачивать вокруг самой оплетки вокруг оправы вот этой для этого нужно кончик завернуть я сейчас поправлю вот так периодически поправляю оплетку чтобы она не загибалась и было ровно теперь я вовнутрь вы туда завожу я ничего не тяну силой чтобы ничего не деформировать ну и я делаю столько витков сколько мне позволяет проволока ну два-три витка вот так где-то получится кончик я завожу назад максимально и затягиваю плоскогубцами придавливаю и вот он уже никуда не денется когда я это делала я максимально придавила пальцами витки то бишь чтобы оправа как можно ближе подходила камню и только потом натягивала штырек потому что потом вы уже вот это натяжение не поменяйте чтобы бусина не болталась вверх-вниз на штырьке а чтобы плотно прилегала к оправе сверху вот что я собственно и сделала теперь вот что делать с нижним концом нижним концом я делаю вот такую петельку пальцем вращая кисть руки по окружности его выкладываем и теперь мне нужно естественно сделать их похожими друг на друга и теперь не пользуясь инструментом который могут может сделать острые углы я загибаю проволоку вверх по форме бусины вот так и теперь мне нужно его завести в верхний завиток чтобы проволока вошла вовнутрь может быть мне даже придется приподнять его немножко и вот так загибаем теперь еще раз и делаем повторный виток все это в первый раз делается очень легко а вот уже повторы приходится подгонять чтобы они были похожими поэтому тут мне придется немножко помучиться вот так и вот сверяю вот что у меня получается и теперь осталось только отвести снова в сторону проволоку и и как-то красиво и и зафиксировать я прошлый раз делала вот таким образом пальцем руки надавливала делая вот такую волну и волну уложила в тот завиток который уже был то есть серединку вот таким вот образом и теперь должна завести штырек вон туда под под оправу то есть чтобы его туда замаскировать и убрать и плюс мы еще сделаем с вами околечко делая это очень медленно медленными поэтапными движениями тяну очень аккуратно иначе я из роду и деформирую все что сделала по чуть-чуть буквально по миллиметру я ввожу и подталкиваю пальцем для того чтобы и вот эта волна у меня не деформировалась а осталась в том же самом положении и потихонечку подпихивая ее чтобы она легла на то место где и была сверяю со своим образцом насколько возможно делаю витки похожими и подгибаю аккуратно чтобы не заламывать проволоку и не царапать ее чтобы меньше было работы надфилем я эту работу очень не люблю поскольку царапины хоть и зашлифовываются и все равно видно что шлифовали поэтому я предпочитаю большую часть работы с витками делать пальцами ну здесь без инструмента не обойдешься чтобы сделать коннекторы похожими вот и у меня остается штырёчек сверху он мне нужен для того чтобы сформировать петельку для крепления наших коннекторов возможно вы захотите сделать такие серьги тогда вам нужно будет по просто прицепить сверху швензы и будут красивые сережки готовы так как я это делаю вот видите вот она у меня пошла вышла на изнаночную сторону прошла сквозь улитку с задней стороны и вот задний виток и теперь мне нужно отогнуть ее на противоположную сторону в бок вот сюда видите вот в эту сторону и сделать виток я это сделаю руками сверяю чтобы они были одинакового размера с помощью уже круглогубцев я уменьшу виток в принципе это уже просто вот и и удерживая его плоскогубцами с гладкой внутренней поверхностью чтобы внутри не было резьбы чтобы у нас не поцарапать вот этот вот виток я оборачиваю остатки проволоки вокруг витка один или два раза и срезаю лишнее после чего мне нужно будет просто придавить плоскогубцами остатки штырька ну вот и все вот вот такая красота у нас получилась получились два сносно одинаковых коннектором а когда вы будете делать повтор я еще раз повторяю пожалуйста обращайте внимание где у вас должно быть находиться что изначально штырек и оплетка то есть за ним должен быть штырек или перед ним это будет как бы зависеть с какой стороны у вас пойдет оправа чтобы они у вас были симметричные как в зеркальном отображении тогда у вас будут красивые серьги ну в моем случае колье оно с двух сторон желательно чтобы была симметрия дальше я украшаю биконусами в боковые части в предыдущем мастер-классе я это делала в процессе плетения но наше плетение было тут сложнее чем в прошлый раз поэтому я оставила это на потом теперь я делаю несколько витков обмотки тонкой проволокой вокруг толстой вот так вот и после того как я хорошенько стянула вот можно нанизывать биконусы биконусов у нас уйдет я думаю штук пять-шесть на каждую бусину сейчас мы это сделаем и посмотрим посчитаем точное количество честно вам скажу каждое колье подобное это для меня полная импровизация абсолютный сюрприз особенно после патинирования и полировки изделий с большим количеством завитков они преображаются до неузнаваемости после чернения меди я обязательно вам покажу как это делается этот мастер-класс будет у нас состоять из трех частей вот и четвертое это патинирование то есть наберитесь терпения это большая длительная работа в один видеоролик она не влезет учитывая еще световой день который у меня сейчас не очень длинный из-за зимы и падает освещение соответственно падает качество видео так вот у нас пошла бусинка черная я вам уже показывала в первом мастер-классе по проволочному плетению как вплетать в обмотку бусинки мелкие повторю еще раз пальцем вверх придавливаем проволоку и только после этого заводим ее во внутрь и начинаем обкрутку то есть сначала мы фиксируем пальцем положение нашего биконуса четырехмиллиметрового и только потом обкручиваем потому что проволоке нужно придать форму и только потом что-то тянуть и крутить то есть сначала мы пальцем придавили в ту плоскость которую нам нужно и только потом продолжаем обкручивание натяжения нити потому что проволока это не нить большое ее отличие от нити заключается в том что она сама не ляжет как нитка ее нужно выложить придавить и только потом уже что-то стягивать если вы будете тянуть у вас все петельки образующиеся при скручивании они у вас все перепутаются так что вы никогда потом их не расплянете более того проволока после каждой корректировки если вы что-то расплели она становится жмаканная кривая можно выровнять ну один раз максимум потом металл начинает уставать он может и порваться поэтому как говорится сапер ошибается только один раз имейте это в виду 7 раз отмерь 1 раз отрежь не спешите и делайте работу тщательно для начала придавливая элемент пальцами придавая форму креплению прочно устанавливайте его именно в том положении в котором вам нужно а только потом продолжайте фиксацию проволокой и какие-то с проволокой манипуляции особенно если вы что-то стягиваете ну вот как здесь сейчас я делаю один виток после того как насаживаю бусинку еще один виток дополнительный для фиксации вот этот дополнительный виток я делаю тяну как следует только после того как я выложила первый то все последовательно два витка вместе уже не стянутся это не нитка так так ну вот у меня уже четыре биконуса я нанизала сейчас будет пятый и дальше будет мешать судьбу шестого нужен он или нет такой у нас контрастный цвет получится после патинирования медь потемнее безусловно уже контрастность не будет такой вызывающей но я хочу скомбинировать эти коннектора с черными бусинами агата поэтому и выбрала черные кристаллы так теперь я завожу нитку за один из колечек вот самый первый который у меня идет дважды я его как бы прошиваю это и для фиксации делается для дополнительной и теперь перехожу вот в эту впадинку вот у нас видите впадинка такая образовалась между витками и вот ее я заполняю наверное шестым биконусом плетение достаточно прочное тут ничего не отвалится и не разболтается можно конечно все эти витки друг другу пришить проволокой но я в этом не вижу необходимости совершенно кроме того мне хочется чтобы при полировке было достаточное количество гладкой меди ничем не обкрученной потому что все части будут блестеть вот и я не хочу их трогать и какую-то сверху проволоку еще налаживать накладывать сверху там вот вот у меня в принципе все готово и поправляю там где мне нужно и в принципе работу можно сворачивать коннектор у меня готов второй я украшу кристаллами уже естественно самостоятельно ну вот что у нас получается сделаю еще несколько витков и поприхватываю некоторые колечки к внешней проволоке ну это уже вы будете смотреть по процессе работы это будет зависит от того какого размера у вас витки получились как они прилегают к оправе с какой стороны какой между ними зазор ну и так далее тоже нужно смотреть по работе вот я откусываю проволоку закрепляю ее закручиваю придавливаю плоскогубцами для того чтобы сделать поверхность гладкой то же самое я делаю и с этим пластиком изделие у меня готово можете сделать с нее сережку если хотите мастер-класс у меня был предыдущий именно по серьгам из таких коннекторов они были слегка с другими петельками ну принцип совершенно тот же поэтому я вам скину ссылочку на этот фото мастер-класс чтобы начало вы посмотрели поближе ну вот так вот вид сзади и вид спереди чуть-чуть в разные стороны растягиваю оправу чтобы она разошлась по камню красиво легла вот что у нас получилось очень симпатичные изделия я буду ждать вас на следующем уроке где мы будем делать оформлять центральную бусину похожим способом вот такую вот ну я желаю вам хорошего настроения плетите вдохновляйтесь с вами была сирена увидимся во второй части мастер-класса пока до сих пор ну и и Продолжение следует...